Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим апельсиновый пирог по рецепту Пьера Эрме. Никаких изменений в рецептуру я не вносила. Мы будем готовить чисто по рецепту автора. Из этого же теста вы сможете приготовить капкейки, но это по желанию. Я буду делать именно пирог. Такой пирог вы сможете приготовить прямо 31 декабря и подать на стол в качестве простого, но очень вкусного десерта. И для теста мне понадобится цедра апельсина. Здесь я натерла цедру с одного апельсина, соль, растопленное сливочное масло, мука просеянная, здесь же у меня разрыхлитель, сахарный песок, сметана. Я взяла сметану жирностью 20% и яйца. Яйца и сметану мы берем обязательно комнатной температуры. И для начала нам необходимо яйца взбить с сахаром. Взбивать будем на самой большой скорости, примерно минут 5-7. Взбили яйца с сахаром, добавляем сюда теперь сметану комнатной температуры, цедру апельсина и щепотку соли. И опять взбиваем в течение минуты. Добавляем теперь муку и разрыхлитель между собой соединенный, уже перемешанный. На самой маленькой скорости соединяем все это дело. Все, наше тесто готово, переносим его в форму. Если вы будете использовать металлическую форму, ну, либо стеклянную, то лучше всего использовать метод французской рубашки. Это когда мы смазываем форму сливочным маслом и затем присыпаем немного мукой. Таким образом у нас готовый уже пирог не прилипнет к форме и вы сможете с легкостью его вытащить. Я буду использовать силиконовую форму, поэтому мне ничем смазывать ее не нужно. Размеры своей формы я укажу в описании. Покупала я ее в обычном супермаркете. В ней я киш делала. И иногда использую для шарлотки. Пусть пирог получится не такой высокий, но зато у него будет рифленый бок. Духовку мы ставим разогреваться до 160 градусов. Это так рекомендует автор. И выпекаться пирог у нас будет час. Я буду ориентироваться на сухую зубочистку. И после выпекания скажу вам, сколько у меня ушло времени. Но температуру оставлю такую, которую рекомендовал автор. Мой пирог выпекался всего полчаса. Это еще даже лучше. Это еще экономит наше время. Теперь, пока он горячий, в форме, мы протыкаем его зубочисткой. Или вот как я, шпажкой. Очень часто протыкаем. К этому процессу можно привлечь детей. И теперь заливаем наш пирог апельсиновым сиропом. Я его сделала, пока пирог выпекался у меня. Просто выдавила сок из двух апельсинов, соединила с сахаром в сотейнике. И после того, как сок закипел, проварила в течение 7 минут на медленном огне. Заливаем мы горячий пирог. А сироп у меня, кстати, уже подостыл. Весь наш сироп впитается в пирог. И получится очень нежный, вкусный десерт. Оставляем в форме до полного остывания. Наш пирог полностью остыл. Теперь можно извлечь его из формы. Очень сочный ароматный пирог. Получается даже по звуку. Мы добавим новогоднего настроения. Я сделаю из взбитых сливок елочку. Мне нужны будут сливки жирные и сахарная пудра. Сливки обязательно должны быть охлажденные. Взбивать я их буду вместе с сахарной пудрой. Начинаем взбивать мы с самой маленькой скорости. Постепенно увеличивая и так до плотного состояния. Для елочки я буду использовать насадку закрытая звезда большая 1B. Эту насадку я обычно использую для шапочек на капкейке. Переносим сливки в кондитерский мешок. Либо полностью можно покрыть кремом, либо вот как я сделать елочку. Вот такая красавица получилась. И оформлю я свою елочку вот такими вот посыпками яркими. Это от Винкл Спринкл. Все виды счастья. Приобрести такие посыпки можно в интернет-магазине Успешный Кондитер. А если вы укажете промокод ЯТАРТОДЕЛ, вы получите еще и 6% скидку на весь товар с Успешного Кондитера. Это канадские посыпки. И вот такие вот большие бусины это шоколадные дрожжи. То есть это не сахарные бусины, а шоколадные. Украшаем по собственному желанию. Разрежем мы его вот здесь вот сбоку, чтобы елочка целая осталась, чтобы на фотографии было очень красиво. Вкусно, сочно и очень апельсиново. Советую на каникулах попробовать этот пирог. Вы видели сами, готовится он просто. И времени занимает немного. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова